Всем привет! На дворе 25 февраля, а у нас вовсю цветет травка. О деревьях еще того же не могу сказать. У меня очередная утренняя прогулка-пробежка. Вон наш государственный университет и дальше его корпуса. Зеленые ткани обтянутые, это теннисные корты. Вот. Иду, бреду. И наслаждаюсь жизнью. Обожаю свои утренние прогулки. Обожаю гулять, особенно солнечно, воздух свежий. Людей на улице мало, можно поблокерствовать. В целом за день я прохожу около... за утро. Около 4 километров, 3,5-4. Причем хожу на каблучке, что дает дополнительное напряжение ноге. Вот. Так что сплошной позитив. Всем еще раз привет! Собираюсь выходить со своей подружкой погулять. И хочу выгулить свое новое колье. Вот такое вот кошачье семейство. Мама, папа, я дружная семья. Кто хочет, кому интересно, пишите. Вам тоже с удовольствием сделаю. Обо всех условиях расскажу. Такое вот колечко мне мама подарила. Чего дальше? Сережки у меня вот такие вот с короны. Волосы я должна пойти здесь немножечко вот эту часть в парикмахерской подрезать. Потому что это у меня отрастает уже. А вот это такими лоскутками торчит некрасивыми. Это я еще должна буду как-то так заделать. Еще для своей подружки Анны, поскольку у нее двое детей, она попросила меня точно такую же подвеску сделать. Но с двумя котятами. И вот у меня получилось вот так вот. Котятки сидят на хвостах своих мамы с папой. Вот. Так будет смотреться. Примерно. Вот. Так что катофейная фабрика во все работает. Во время перископа моего... Одна моя зрительница попросила меня сделать пуделя. Я сейчас думаю, как его сделать. Но причем она захотела не украшения, а именно как аксессуар. Там дома поставить что-то. Ну, как игрушку, да. Так что я пока еще думаю, как его сделать. Так что у меня, видимо, производство не только кошками ограничится. Но также у меня... Хочу мышек сделать, солнышек опять-таки. Так что будем расширяться. Всем привет, солнечные, солнечного Еревана. У нас, наверное, уже где-то 18 градусов будет. Нет, 18. 15? 15. Но в любом случае, мы полностью... Рубаш, не дергай меня, оставь. Дай мне руку. Ты меня дергаешь. Вышли насладиться солнечным днем. Рубашки, энергия, бьют тебя у нас тут. Ой, какая прелесть. Франшиза. У меня тут написано, продается. Руками не трогай только. Купим этот паровозик. Возьмем домой, надо. Оно нам надо. Вот, вышли. У нас это площадь Азнавура. Шарли Азнавура, кинотеатр Москва. А ну, я хочу жареные каштаны. Отель Golden Q. У нас тут пока жареные каштаны. А, это жареные каштаны. Рубаш, ты можешь себя прилично везти посреди улиц? Это ужас какой-то. Просто катастрофа. Да, бабуля наша покупает жареные каштаны. А, что-то они что-то там не понравились. Ладно, что? Сейчас пойдем в кафе выпьешь. В кафе внутри и нам запах какой-то внутри. Ну, круто. Так, лезем кушать мороженое. Вот. Рубашки истерика очередная. Он сам не знает, чего хочет. Так, мы с ней. На эту, на эту. Ну, вот такая. Вот такая мороженая спиралька. Да. Бабуля, ты чего взяла? Взяла киранису и вишню самарет. А, у меня этот самый Italian Cookies и лесные ягоды. К слову, мы в кафе мороженое Blueberry. Мое любимое. Вот так вот здесь здорово. Вот. А, и еще взяли фруктовый цветной поп-корн. Ага, для меня. А еще у меня эспрессо. Вот. Так что нам... А еще я вам скажу, приятного. Мороженое, гражданское мороженое, девчонки. Нет, я люблю яйца. Итальянское мороженое, люблю яйца. Не начинай. Ладно, все, мы пошли лопать. Вот. Тогда у тебя не будет с тарелки слетать никуда. А если ты палку скинешь, потом у тебя... Я обожаю вот эти стены, люди. С этими цветами этого цвета. Мечтаю такую спальню. Вот сочетание белого и фуксии такой. А у вас дома все время скандал? Кто сказал? Кто сказал? Меня такие цвета успокаивают как раз. А мой муж вполне спокойно относится ко всему, что я выбираю. Бедный муж. Че бедный? Конформист. А что мне он конформист? Ну, папа говорит, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось, и мне абсолютно по барабану. Ну, так что... Малочка. Вкусное мороженое? Да, я не знаю. Ничего. А что ты тогда фунькал, когда сюда шли? Ну, надо же было, да. Для фасона. Для фасона. Для фасона. Для фунькал. Рубош, ты знаешь, твоя мама маленькая, сколько фунькала. Да? Да. У-у-у. Я, кстати, тебя вот что выражала вот в этом возрасте. По-моему, я была вполне тихим ребенком. Ну, вообще-то да. Ну, вообще-то тихие. Ну-ка, посмотрим, что тут у нас. Сейчас вы услышите хруст. Яростный хруст. Роза знаешь, что есть. За кадром. Голубенькие самые классные. Голубенькие-то вообще-то из врачей нет. А что там за вкус у этих голубеньких? Солеными огурцами. Я ошиблась. Может, зелененькие были вкусные? Да? Да. Это смешное, черное, черное. Красное пробуй. Классно. Мы как это люди на дискотеке перед зеркалом танцуют. А мы перед зеркалом жуем. Вот так классно. Кусяненько. Мамаш, твоё мороженое сейчас потечет. А я жду. Я, кстати, люблю мороженое в виде супа. Я не люблю мороженое, которое надо... Не, я на самом деле люблю мороженое пить больше. Кто за, ставьте лайк. Не, эффект трубы. А вы знаете, я любила в детстве вот эти вот вафельных стаканчиках мороженое продавали. Я любила его в тарелку положить, прямо вот этот стаканчик, дождаться полного растворения. И потом эту вафельку макать в этот самый сок, уже получившись. Её такую размягшую есть. Я так любила это. Прелесть. Соби вы извращенцы. Мягкие вафли, представляете? Кстати, зрители... Мягкие вафли, это как жёсткая туалетная бумага. Тьфу на вас. Кстати, как вам моя укладка? Я вчера пошла, у меня здесь волосы торчали. Я, поскольку отращиваю волосы, это самое... Пошла немножко здесь, привела в порядок, чтобы они красиво росли. И, значит, мне тётенька укладку сделала. Стала и тетень. Классную. Да, с тетей мой ты стал. Мне, в принципе, нравится вот такое вот пышное. А ты это съешь, это самое вкусное. Зато перстень внушительный. То, чего они так скажут прямо... В глаз. В глаз. В глаз. Кстати, такой след, так сказать. Зато гламурный след будет. С каменьями. Ну, не люблю такие вещи. А что ты себе это внушила? Я не знаю, я мелкие украшения не люблю, тонкие. Сказала она. Не, я вообще люблю крупные. Вот такие вот вещи люблю. Кольца. Не кольца, а именно перстень люблю. Ты берешь руки, моешь вещи? Наденьте, пожалуйста, натрите. Эх, вот. Не, ну красиво. И переливы такие. Да, с длинными ногтями. В принципе, красиво. Так, мы уже дома. Нагулялись сегодня страшным образом. Просто измерили полгорода. И мы купили. И, да, рубашка напросилась на игрушечку. Я решила, что можно. Вот такая пиратская игра. Пираты Карибского моря. Он у нас любитель ролевых игр. И вот этот замок, что у него есть со всякими пиратами, солдатиками, королями. И вот такой там еще и дом. Да. Вот такая вот коробка у нас была из фильма. И еще... И, значит... И еще человечек первый. Как это, в клетке такой слоник. Ну, одним словом, вкупе с замком. И еще, а смотри, вот такой еще. Не пихай так близко. Пират. Вкупе с замком, я думаю, ему будет классная такая штука поиграть. Его. О, да, это такое вот... Надпись. Надпись такая. Ну, круто. Такая волосаика. Пальмочки тут всякие. То есть, мне, например, не знаю кому как из родителей, которые нас смотрят, но мне, например, очень нравится, что ребенок... У него потрясающая фантазия. Я когда сижу у компьютера и слушаю, как он играет, мне просто удовольствие прет из ушей. Вот, и посмотри, как... А, клетка вот так вот вверх поднимается. Вот. Крышка, да. И это посмотри, как подвешивается. Да, это можно подвесить. Ну, крючки какие-то, сцеплялки. Да, и поэтому я вообще-то очень сильно поощряю его вот такие вот ролевые игры, потому что они тренируют его фантазию. Он постоянно придумывает какие-то новые вещи. Из всех конструкторов, дорожек, не знаю чего, он придумывает какие-то совершенно невообразимые сценарии, сюжеты. И как-то очень оригинально их все использует. И поэтому, в общем, я и не очень дорого стоила эта штука. Несколько кусочков пластмассы. Поэтому я решила ребенку такое удовольствие доставить. Вот у меня, мне мама подарила на днях мои самые любимые цветы. Это фрезии. Кто знает, первый день она, когда поставила в вазочку, весь дом прямо до низа подъезда, наверное, вот благоухал. Этими цветами просто фантастика. Вы посмотрите, какие цвета, запах. Я не знаю, если бы я такие духи встретила. Кстати, зрительницы парфюма Манки, подскажите, если вы знаете духи, в которых преобладающая нотка фрезии, или похожая на фрезии. Я просто побегу и сгребу. Потому что я очень люблю этот запах. И мне бы очень хотелось, чтобы от меня тоже так пахло. Вот. Что еще? Да, тут он, тут, где он играет. Да, немножечко отчитаюсь о своей диете. Очередной раз. Как говорится, в жизни женщины диета, это такой красной нитью проходит. Я уже неделю держусь. И причем совершенно не страшно. Вот сейчас 5 часов. Это будет последний раз, когда я в течение дня так, ну, поем. Свою обеденную тарелку я, можно сказать, выбросила подальше. Ем из маленького блюдечка. То есть я ем все. И жареное тоже. Почему бы и нет, если хочется. Ну, стараюсь поменьше, конечно. Просто я решила уменьшить порции, чтобы уменьшить объем желудка. И в качестве перекуса... А я попробую это подвесить. А где ты это подвесить хочешь? Ну, где-то. Ну, сейчас поможем вот здесь подвесить, на эти светильнички. И в качестве перекуса у меня 80% горький шоколад. Столько съешь, уже тошнит. И насыщение тут же идет шоколадное. И сухофрукты. Сухофрукты. Вот у меня мое рабочее место. Вот здесь. Кто смотрит мой перископ, уже знают этот мой фон. Мой фетр тут лежит. И на столике, значит, у меня здесь мои... Ну, я пока что сюда в пиалочку не пристроила никакую. Это чернослив. Здесь у меня шикарная курага. Тут в вазочке у меня орешки и финики. Вот. И, в принципе, я отлично справляюсь. И мне этого вполне хватает. Отличный вариант. Вот. И я вам должна сказать, что за неделю я похудела на 2,5 кило. А это кто худеет и знает, что такое худеть, это сумма о-го-го. Мне осталось где-то 4 кило скинуть, и я дойду до своего идеального веса. Здесь слома можно подвешивать. Да, тут такие петельки. Мы сейчас его поднимем. Наверное, с этого скидем. Их можно вот так развязывать. Пам-пам. Пам-пам. И бам. Ой, ты же здесь сломал ножку. А это так будет стоять? А, он стоит. Я тебя... Ну, потому что я же тебе сказала, надо меня дождаться, чтобы я тебе достала. Ой, какие зверь. А почему у них дырки в спине? Не знаю. Это я не делала. Слушайте, я хочу вам продемонстрировать, что значит китайское пластмасса и китайское литьё. Во-первых, почему-то он с дыркой в спине. Уже непонятно. А потом вы только на его лицо внимательно посмотрите. Вы на его глаза. В кучу. А вот у этого... У этого какие глаза? Я не могу. А у этого, конечно, и они наверху, а другому лицо. О, тут вообще пациент. Глаза в наверху. И это тоже. И это тоже. Ой, вон и переносится глаз. А этот, это тоже. Короче, кто разукрашивал этих персонажей пять с плюсом за фантазию. Я не могу. Какая прелесть. Вот. Ну ладно, дорогие наши. Я думаю, что сегодняшний такой немножко скомканный, смешанный, но всё же весёлый влог можно считать законченным. Да. Кстати, если вы уже заметили по нашему видео прогулочной части его, у нас в Армении не атипичное какое-то потепление, ненормальное. Потому что сегодня двадцать... Не, семнадцать. Двадцать восьмое, по-моему, или двадцать седьмое февраля, а у нас восемнадцать градусов тепла. Не, семьнадцать. Семнадцать, да. Семнадцать градусов тепла. То есть мы разделись по полной, с ума сходим от жары. Вот. И это самое... Естественно, на базаре пополнилось количество разной зелени вкусной. Я сегодня пошла, пучками прямо набрала вот хорошую армянскую зелень и интернациональную зелень, можно сказать. И я хочу поделиться с вами рецептом вот такой вот замазочки, которую мы утром любим, вот в пиалку положим и на завтрак там берем серый хлеб. Это с серым хлебом очень вкусно. Намазываем таким слоем. Получается потрясающий бутерброд. Ну, это как паштет получается. Значит, здесь у меня стручковый такой зеленый лук, значит, базилик, петрушка, кинза, укроп. Это все меленько режете. Туда же идет где-то 2 зубчика чеснока. Такой вот небольшой, наверное, на 100 грамм брусочек овечего сыра. Ну, или такого солененького сыра, если найдете. И что еще? А, и сметана. И вот такой... А, и творог, самое главное. Одна пачка творога, 200 грамм. И вот такую вот замазочку делаете. Она потрясающе полезная. Ну, посмотрите, там творог, чеснок, зелень свежая. Вот. И утром это очень сытный завтра. Конечно, от вас вонять будет однозначно. Но... Это такая замазка витаминная получается. И очень-очень вкусно. Так что советую. Ну, ладно. На этом, пожалуй, на сегодня все. Солнце мое, давай попрощаемся. Всем пока. Всем пока. Мы пошли обедать. Нет, мы пошли играть.